Здарова, Легион! В данном видосе мы разберем, как улучшить свою игру до максимального уровня. Данные советы пригодятся даже если будешь играть в другой шутер, выведя для себя самое нужное. Также, если у тебя есть идеи, претензии, вопросы, пиши. Все это я читаю и также выложу для себя кое-что интересное. Шаг номер один. Надо провести декомпозицию игры и разобрать ее на относительно простые механики. А если говорить максимально простым языком, то берем игру, разбиваем ее на аспекты и правила, которых она придерживается. И это нам поможет улучшать конкретно игровые навыки. И легко определить, где же у нас вылазит наша ошибочка. И в случае появления таких ошибок, тебе как игроку самому будет легче осознать, что вот в этом ты слаб и тебе надо подтянуть. А точнее сейчас мы разберем, какие механики разбивается наш проект. В данном случае, чурьба. А наш проект состоит из таких аспектов, как стрельба, мувмент, система усилиющих предметов. Да-да, это самая ссылочка на артефакты, но также существуют бусты. И прокачка, кто-то скажет, она лишняя, но нет, мы сюда ее впихнем. Также не менее важное снаряжение, почему, расскажу дальше. Снаряжение Начинаем весь игровой контент. Начиная от карт, заканчивая до того оружия, с которым ты даже никогда в жизни не будешь бегать. Это же касается и режимов, в которых ты никогда не захочешь играть. Но все равно, надо попробовать. Тебе нужен опыт на всем. Скажешь, зачем это надо? А сейчас я объясню. Это надо для того, чтобы ты лично понимал, как будет действовать противник или же твой союзник. И в дальнейшем знать, что ему противопоставить против его хода. Так сказать, стрельнуть наперед. На деле, вы же сами к этому придете. Банально, потому что вам наскучит основное оружие, так сказать, аннигиляторный ундерваффлинг. Все равно придется момент, когда можно будет пограть чисто с пистолетиком или каким-то вторичным оружием, когда почти никто никогда не бегает. И в этот момент оно может раскрыться вообще в других красках. Поэтому не ленись, бери все стволы, побегай с ними. Да там уже в Терри можешь с ними побегать. А по поводу вакансий, тут тема интересней. Так как есть такая штука, как прострел, префаер. Это все идет в знания карты. Ты можешь простроить противника, который за укрытием и думать, что он его защитит. Или же встретить противника, который 100% должен выбежать префаером. Не предсказанием, а именно префаером. Потому что это единственный проход, где он может выбежать. И дать, когда ты будешь изучать карты в простом командном бою, эти знания могут пригодиться в дальнейшем в других режимах. Когда ты уже будешь знать, что там чувак может сидеть. Надо чекнуть угол, а не бежать сломя голову и помирать, а потом материться. Да как так и че такое. Внимание, микроставочка. Если кому-то будет интересно, могу сделать разбор каждой карты. Но это надо в документах писать. Да, нет. Очевидная информация. Если вы это все сделаете и изучите практически весь контент игры, вы будете на голову выше тех людей, которые тут, например, просто пришли под пивко, позалипать и так далее. Третий шаг, который может быть для большинства самый противный. Математизировать все возможное в игре. То есть, сколько надо патронов для убийства, сколько надо времени, чтобы добраться из точки А в точку Б и так далее. А также желательно изучить все возможные википедии по игре и так далее. Но в нашем великом проекте есть только Survarium Pro, который показывает твое ИО. ИО это, так сказать, твой скилл внутри игры. Есть пороги, за которые ты, переходя, уже получаешь люлей. Ну, так сказать, 2 косаря, 3 тысячи ИО. 4 тысячи ИО уже получаешь через 5 тысяч. Ну, ты машина. 6 тысяч, а я хрен его узнать. Если такие есть, это свистнет. В описании будет ссылка на Survarium Pro. Задашь логические вопросы, зачем всем этим общимается? А все очень просто. Благодаря всей этой информации, которую ты переводишь в дальнейшем числе, ты сможешь рационально определить, сможешь ли ты забрать Челика, сможешь ли ты забежать, сможешь ли ты взять это, или сможешь ли ты разменяться и то оружие, которое у тебя сможет ли выдать максимальное КПД. Так сказать, обмазаться числами надо по полной. А в дальнейшем это уже идет на подознательном уровне. Ты не думая, выбираешь самый логический вариант. Точнее, твое подсознание выбирает самый логический вариант, который бы ты выбрал, если бы думал. Или же не самый логический, но самый прибыльный для тебя. Поэтому не ленись, используй математику. Не зря, что я в школе учил. Шаг 4. Я, наверное, сейчас повторю самую глупейшую вещь. Научитесь стрелять. Как говорится, умение попадать в точечку всегда пригодится. Как этого добиться? Тренируйтесь на специальных картах, на специальных режимах. За тот же сраный АИМ-400КГ поможет. Как я помню, по какой-то научной страте человеческая реакция уже детерминируется генами человека. Да, вот такие сложные слова. А поэтому улучшить ее, скорее всего, возможно только на 5, 10, 15 процентов. Не больше. Гены вы не перебьете никак. Подбери девайсы, с которыми тебе удобно играть. Не-не, я сейчас не призываю заменять вот это твой клаву от Razer 6 миллионов тысяч и так далее. Просто кто использует офисное оборудование. Просто пересядь на чуть подороже, которое тебе будет удобно. Да-да, вот так просто. По поводу стрельбы. Тренируйтесь попадать в самых неудобных мест, самых невозможных позиций и так далее. И помните, только упорным трудом можно это добиться. И самое главное, никогда не говори себе нет, вот он лучше стреляет, а я так не могу. Не ставь себе психологический барьер. Можешь ты так же, как и он. Только для этого надо потрудиться. Поставь себе цель и иди к ней. И со временем ты ставишь мастером АИМА. И получишь большое преимущество другими игроками. Запомни. Хороший игрок не задумывается, как стрелять, когда стрельте, когда надо сдвинуться. Он это делает на интуитивном уровне. Иными словами, у него навык отработан до автоматизма. Как и всеми игровыми механией, которые были задуманы разработчиками. И некоторые, которые не были задуманы разработчиками. Да-да, такое существует. Как только все доходит до этого уровня, получается, что у вас голова практически не задействована. Она свободна. А свободна она должна быть для следующего шага, который самый важный из всех существующих. Последний шаг. Самый сложный. В освоении, в понимании, но самый полезный, самый нужный, который только существует. И пригодится он тебе практически во всех шутерах. Да и не только в шутерах, да и в стратегиях. Предугадывайте. Используйте все полученные знания, навыки, чтобы поставить себя на место противника. И предотвратить его атаку до того, как она случится. И выйти победителем. Предугадывание это самое мощнейшее оружие, которое у тебя должно быть. Благодаря ему ты сможешь компенсировать его, если, к примеру, ты играешь ногами. Там, допустим, или ты вообще парализованный дед. Данный навык придет со временем. Ну, если ты, конечно же, не Человек-паук. И у тебя нехорошо развито шестое чувство, что ты видишь чувака за километр без ВХ. Если тут такие есть, отпишитесь, пожалуйста, хоть узнают, что это за машины и аннигиляции. А начинаем мы учиться этому с банального анализа действий противника и своих действий. Для начала банальнейшего анализа хватит, чтобы понять, с какой стороны он выйдет и... Встретить его. Или же просто прострелом убить, используя знания про карту и механику игры. Но жирное но, которое может поставить точку сразу, все это приходит со временем. Надо много усилий, чтобы добиться такого уровня. Но данный уровень останется с вами на всю жизнь, практически во всех проектах. Ну шо, собственно, вот и концовочка. Благодаря этим простейшим пяти шагам, в скобках нет, ты сможешь стать гуру практически в любой игре. Но самое главное, всегда остается мотивация, чем ты мотивированный, тем быстрее ты этого достигнешь и получишь желаемый результат. Помни об этом.